Всем привет! Новогодние праздники уже совсем скоро, а вы подготовили подарки для всех? Мы собрали для вас несколько идей и хотим ими поделиться. Это полезно и с точки зрения английского, и с точки зрения помощи с выбором чего-то интересного. Меня зовут Вероника, и это Puzzle English. Только сейчас вы можете сделать себе подарок на Новый год и начать учить английский с Puzzle English. Вы получаете полный доступ к платформе на 5 лет. Кроме того, вас ждут новогодние подарки от нас и наших партнеров. Урок с преподавателем, Оксфордский тест, доступ к онлайн-кинотеатру Puzzle Movies на 3 месяца, книга от MIF и книга от Litres и скидка 20% на последующие покупки. Не упустите свой шанс учить английский вместе с Puzzle English прямо сейчас. We broke down our ideas into four sections. Мы разделили наши идеи на четыре раздела. General gifts – общие подарки. Beauty gifts – подарки для красоты. Sport gifts – спортивные подарки. И home gifts – подарки для дома. И прежде чем мы начнем, вопрос на засыпку. А как вы скажете «дарить подарки» или «получать подарки»? Вы знаете? Дарить подарки – это give gifts – American English, and give presents – British English. Получать подарки – to receive gifts presents. What kind of person are you? Do you like giving gifts or receiving ones? А к какому типу относитесь вы? Вы любите дарить подарки или их получать? Вернемся к идеям подарков. Начнем с general gifts. It's quite popular now to give a gift box. Сейчас довольно популярно дарить подарочные боксы. You can fill them in with everything you want. Вы можете наполнить их всем, чем захотите. For example, it can be a gift box of gourmet snacks and treats. Это может быть подарочный бокс изысканных закусок и угощений. Bored games are very good idea, too. Настольные игры – тоже хорошая идея. Кстати, не table games, пожалуйста. Bored games are a lot of fun for both adults and kids. Настольные игры – это очень весело и для взрослых, и для детей. They help to build connection between players, create a special atmosphere and bright memories. Они помогают выстроить связь между участниками и создают особенную атмосферу и яркие воспоминания. Наушники тоже могут быть хорошим подарком. Особенно, если знаете, что у человека их нет. Как сказать на английском наушнике? И тут есть несколько вариантов. Если это те, которые вставляются в уши, то это earphones or earbuds. А если это те, которые надеваются сверху, большие, то это headphones. A planner, but not an app, but a paper planner. Ежедневник – не приложение, а именно бумажная версия. Lots of people have them and enjoy the writing process, making the to-do lists, schedules, taking notes, writing down their ideas. У многих есть ежедневники, и они наслаждаются процессом письма, ведением списка дел, расписаний, записыванием своих заметок. Are you this kind of person? А вы из таких? Переходим к следующей категории – Sports Gifts. Что можно дарить человеку, который расположен к спорту? О каких-то конкретных видах спорта мы, конечно, не говорим. Там, думаю, должны быть специфические желания, но несколько общих идей. Первый коврик для занятий спортом дома или летом на улице. На английском он называется a yoga mat or a fitness mat. I think many people like to do some exercises or stretching at home. Do you? Я думаю, многие любят делать упражнения или растяжку дома. А вы? Workout trampoline – батут для занятий спортом. I was surprised too, but according to online searches, they are getting popular now. Я тоже была удивлена, но согласно поисковикам, они набирают популярность. Они адаптированы под небольшие пространства. Muck tumbler or water bottle – термос или бутылка для воды. There are tons of them on the internet. Их очень много в интернете. Of different quality, shapes and colors, разного качества, формы, цветов. Тоже, мне кажется, удачный подарок. Все любят красивые бутылочки, термосы. Всегда найдется повод взять их с собой. A wireless speaker – беспроводная колонка. You can take it outside or use it at home too. Ты можешь взять ее с собой и также использовать дома. It's easy to use and it can be very useful when you do sports or stretching. Ее легко использовать и она может быть очень полезна, когда вы занимаетесь спортом или растяжкой. Music gives you energy and good vibes. Музыка дает вам энергию и создает положительные эмоции. Beauty gifts. Что же можно подарить из этой категории? Bath bombs – бомбочки для ванны. They are so colorful and cute. Они такие красочные и миленькие. There are some bath bomb gift sets too. Есть еще и подарочные наборы с бомбочками для ванны. Здесь можно также добавить любые другие наборы. Например, a hand lotion set – набор кремов для рук. Очень универсальный подарок, особенно для зимнего периода. Do you agree? Остальные бьюти-подарки, по моему непрофессиональному мнению, наверное, сложнее выбрать. Нужно точнее знать, что любит, в чем нуждается человек. Но может быть у вас есть какие-то идеи? И последняя категория – home gifts. Это самая безграничная категория. Тут просто огромное количество идей. Но попробуем обсудить интересные, но довольно нейтральные. Сейчас много разных видов чая, что все больше и больше людей предпочитают заваривать чай в чайнике, чем просто использовать чайные пакетики. Если вы знаете такого человека, то можно подарить ему чайник или набор изысканного чая. Носки, свитеры и пледы – они создают особенное новогоднее настроение. Возможно, это довольно банальный подарок, но он может стать прекрасным новогодним дополнением. Candles – свечи. Тоже сейчас очень актуальная тема. Существует большое разнообразие невероятных запахов и дизайнов. Я видела свечку, которая делает особенное предсказание, когда догорает. А можно пойти дальше и подарить То есть набор, чтобы что-то сделать самостоятельно. Например, Набор по самостоятельному изготовлению свечей. Что скажете? Вам бы это понравилось? Или лучше сразу готовы? Вы любите вафли? Намного больше людей ищут в поисковиках вафельницу в этом году. Как вам такая идея? Я видела множество суперпростых и вкусных рецептов в интернете. Почему бы не попробовать? Как вам идеи наших подарков? Было полезно? Интересно? Обязательно пишите нам обратную связь в комментариях. Нам будет очень приятно. Спасибо, что сегодня были с нами. И дарите подарки! Продолжение следует...